В Махачкале продолжается строительство духовного центра имени пророка Исы Мирюму. Грандиозный проект занимает площадь в 26 гектаров. Недавно был официально получен полный пакет документов на эту землю. Градоначальник лично вручил их духовному лидеру Дагестана. На каком этапе сейчас находится строительство уникального объекта, самого масштабного на всем Северном Кавказе, узнавал Хамза Нурмагомедов. Мечеть сердца духовного центра и самое большое сооружение комплекса. Общая площадь ее составляет 32 тысячи квадратных метров. Она будет носить имя пророка Мухаммада, мир ему и благословения, и сможет принять более 20 тысяч молящихся одновременно. На сегодняшний день мы завершили практически все монолитные работы по мечети. У нас остались внутренние ригеля, которые будут основанием для конструкции перекрытия крыши. В центральной входной группе мы завершаем кладку, и в передней части мечети, где находится имам, где его место будет, мы тоже завершаем кладку. Помимо мечети здесь возводят и другие социально значимые объекты. Это школа, садик, реабилитационный центр, спорткомплекс. Однако больше всего поражает территория, отведенная для парковой зоны. Это ровно две трети земли, то есть большая часть. На народной аллее, которая протянется от берега моря до духовного центра, только за последние три месяца посадили более тысячи деревьев. На всей протяженности аллеи, а это целый километр, человек не будет пересекать дорогу. На участке старой Каспийской трассы соорудят подземный переход шириной 18 метров с плавным подъем и спуском. Ежедневно на территорию народной стройки приезжают делегации из разных уголков республики, страны и даже зарубежья. Кто-то просто посмотреть за ходом строительства духовного центра, а кто-то помочь в добром деле. Сегодня мы застали добровольцев из Буйнакского района. Приятно, что какое-то участие у нас есть, чтобы когда души, моральные, духовные, успокоиться, когда какую-то помощь оказал. Сегодня тоже сын пришел. В 2025 году планируют полностью завершить строительство всех объектов и благоустройство территории духовного центра. Приблизительно 30% работ уже сделано. Трудятся непрерывно. В начале этой недели сделан еще один шаг на пути к финальной цели. Мэр Махачкала официально вручил Муфтью Дагестана полный пакет документов на земельный участок, отведенный для строительства. Нет сомнений, что это уникальное сооружение станет одной из красивейших достопримечательностей Дагестана и Кавказа. Будет прекрасным местом для паломничества верующих, получения знаний и проведения досуга во всей России. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.